Почему не стоит курить и от чего не спасет даже самый дорогой алкоголь? В зоологическом музее открылась выставка «Биологические мутанты». Это не гастролирующая по всей стране экспозиция. Все, что можно на ней увидеть, произошло в Кировской области. Организаторы предупреждают, что выставка не для слабонервных и точно не рекомендована детям до 12 лет. Тех, кто никак не соберется духом, чтобы бросить курить, на этой выставке будут рады видеть. Говорят, у некоторых желание пропадает буквально через несколько минут. Легкие больного раком всегда вызывают большой интерес. Без специальных исследований невозможно определить, курил этот человек или не курил. Есть люди, которые любят погулять по городу и получить тот же самый объем вредных веществ, канцерогенов, что и курящие люди. То есть, точно так же могут выглядеть легкие человека, который всего лишь любит городские прогулки. С циррозом печени намного проще. Внешние факторы очень редко влияют на ее состояние. Самое интересное, что не качество алкоголя определяет цирроз, а его количество. То есть, можно пить очень дорогой алкоголь, но при этом цирроза не избежать. Руслан Гельмуддинов, как биолог, собирал эту выставку много месяцев. Сам выбирал и подготавливал жидкость для лучшей сохранности экспонатов. Открыть выставку он спешил именно сейчас, в год экологии. Экспонаты специально для выставки помогали собирать в Кировском медуниверситете. Основная часть таких выставок, они привозные. Все эти экспонаты, они собраны на нашей территории. Животные с аномалиями, тоже кировские. К примеру, близнецы поросят с одним сердцем родились в одном из районов области. Один из последних экспонатов котенок появился на свет у знакомых Руслана. У нас у знакомых кошечка родила, вот таких вот близнецов, таракадоменопагов. Котята такие, конечно, рождаются мертвыми. Основная часть таких патологий несовместимы с жизнью. Потому что ведь у внешних патологий есть всегда еще и внутренние патологии. То есть они сопутствующие. То есть вот у этих котят всего одно сердце. Эта выставка одна из немногих, где есть ограничения по возрасту. Организаторы просят не приводить на нее детей младше 12 лет. Для особо впечатлительных здесь уже приготовили аптечку с нашатырным спиртом. Пощекотать нервы, увидеть все своими глазами и, возможно, передумать по поводу собственной вредной привычки. В зоологическом музее можно будет до сентября. Ксения Зиновьева, Александр Рожков. Информационный канал «Город». Спасибо.